Ведра, тележки и даже грузовики постоянно паркуют у контейнеров частного сектора. Те, кто это делает, видимо, не понимают, что за выгрузку такого неправильного мусора можно получить штраф. Вычистив свой участок или огород, этот мужчина, вместо того, чтобы отвезти листвую ветки на полигон, грузит их в мусорный контейнер. Что это с огородом мусор? Я живу вот здесь, в соседнем доме. А кто это сказал вам? Я за него плачу, если честно. А за что вы плачете? Вы знаете. Как? Конечно. А что? За вывоз и утилизацию бытовых отходов. А это не второе. А это бункер на соседней улице. Картина не меняется. Половина емкости забита отходами, которые коммунальными и не являются. Это смет, ветки и так далее. Если дальше посмотреть, клён, который был обрезан и положен в контейнер, тоже не относится к коммунальным. Это растительные отходы, которые не должны находиться. Не должны, но находятся. Уже на протяжении месяца рекоператоры и его подрядчики сталкиваются с ситуацией резкого увеличения объемов отходов, не относящихся к ТКО. Люди складируют их на контейнерной площадке, таким образом создавая на них беспорядок. И потом полные машины караваном заезжают на Барнаульский полигон. Для сравнения, в марте машины совершили 320 рейсов, в апреле больше 500. За последние две недели мы наблюдаем увеличение объема отходов порядка 30%. В среднем весе мусоровоза мы увеличения не видим, а количество рейсов просто за последнее время очень сильно увеличилось. Листва, ветки деревьев в контейнерах и рядом с ними на улице Кутузова, Бульваре 9 января, Коммунарово, Лосихинское и ряда других. Между тем, все это жители должны самостоятельно вывозить на полигон. Стоимость захоронения веток и листвы – 66 рублей за кубометр. Для сравнения, кузов грузовика обойдется в 330 рублей, КамАЗа – 660. Такой объем, как правило, делится на всю улицу, поэтому по карману не бьет. Правда, по статистике самостоятельно вывозят природный мусор на полигон всего 5% жителей частного сектора. Остальные думают, что это ТКО. Порубочные остатки, вырубка деревьев, кустов и так далее, которые вот особенно его много, это весенний, конечно, период и восенний, он у нас не является твердыми коммунальными отходами. К сожалению, еще здесь накладывается период изоляции, когда много людей находится дома, занимаются именно хозяйственными делами, ухаживают за своими участками. И, честно говоря, за последние несколько лет я вот не помню такого огромного количества именно порубочных, а вы все сейчас можете это наблюдать, пару порубочных остатков. И чтобы избежать веточного мусорного коллапса, эко-комплекс в рамках муниципального контракта наводит порядок на контейнерных площадках Барнаула. Некоторые жители города пытаются помогать компании в этом. Ветки все везут, весь мусор везут. Ругаетесь, нет? Ругаются. А они что говорят? В ответ ругаются. Валят прямо рядом, не только в мусорку, а рядом. А между тем, размещать любые отходы вне контейнерных площадок законодательно запрещено. Кодексом административных правонарушений предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а также кодексом административных правонарушений Алтайского края за нарушение правил благоустройства. В пересчете на деньги это штраф от 3000 рублей с удвоением при повторном совершении правонарушения. Для юридических лиц речь идет уже о нескольких сотен тысяч рублей. Иными словами, если вместе с листвой и ветками вы выкидываете строительный мусор, снег, осветительные приборы, содержащие ртуть, батареи, аккумуляторы, медицинские отходы, будьте готовы заплатить штраф. Кроме того, складывая ветки и листву на контейнерной площадке, жители должны понимать, это может привести к росту стоимости коммунальной услуги обращения с ТКО. Если сейчас контейнерных площадок вывозят чуть ли не в два раза больший объем, нормы накопления могут и пересмотреть, и плата завыва с мусора вырастет. Вот и думаете, что проще – отвозить ветки и листья на полигон самостоятельно два раза в год, или же всегда платить за обращение с ТКО больше? Анастасия Драган, Алексей Фризин, специальный репортаж. Продолжение следует...